Всем привет! В этом видео у нас распаковка и полный обзор приставки Minix U9H. Это первая приставка от Minix в 2017 году, которую они обещали еще сделать в 10-м месяце 2016 года. Очень ее долго делали, постоянно переносили дату релиза и дату старта продаж, и наконец-то она у меня. Я постоянно себе представлял, что это будет какой-то прям космический корабль, раз его так долго делают. И вот она в руках у меня, сейчас мы ее проверим, протестим, запустим видео. Но сначала давайте распакуем и посмотрим ее комплектацию. Скидки всем подписчикам на Android приставки, воздушные мышки, джойстики и другие товары в самом дружеском магазине fotv.com.ua Итак, мне нужен нож. Снимаем пленочку. Так, приставка вообще построена на процессоре Amlogic S912H. Вот она сама приставка. Здесь у нас 4K поддержка, XBMC встроенной, операционная система Android 6.0 Marshmallow, двухдиапазонный Wi-Fi с технологией MIMO, процессор, видеографика Mali 820, 2 ГБ оперативки и 16 встроенной. Вот она сама приставка. Приставка в таком же корпусе, как и была Minix Neo U1. Точно такой же, мне кажется, даже размер. По портам у нас порт питания, оптический аудиовыход, Ethernet-порт, HDMI-разъем 2.0 с полноценной поддержкой 4K, выход для микрофона, выход для наушников, Kensington-порт для замка, потом OTG у нас, карта microSD, три порта USB 2.0 и кнопка включения-выключения. Спереди у нас инфокрасный датчик и светодиод состояния приставки. Итак, что в комплекте? В комплекте, насколько я понимаю, все то же самое, что в прошлых сериях. Так, это блок питания 5 вольт 3000 мА, HDMI кабель 2.0, внешний Wi-Fi антенна, дальше у нас OTG кабель, который делает еще один USB-порт, USB, microUSB для подключения приставки к компьютеру, например, для того, чтобы перепрошивать ее и еще что-то делать, хотя она, в принципе, поддерживает беспроводное обновление, поэтому не так важно. И пульт обычный, инфокрасный, не гироскопичный, которым неудобно управлять. Вот, теперь давайте ее уже наконец-то запустим и посмотрим, как она в работе. Мне уже самому очень интересно. Погнали! Итак, приставка запущена. В качестве пульта будет использоваться Atlas Voice Mouse с микрофоном. Давайте посмотрим версию Android и что пишет о устройстве. Итак, версия Android 6.0.1, модель U9H. В общем, все. Как и должно быть. Беспроводное обновление. Уже несколько раз прошивка обновлялась. Давайте проверим сейчас, есть ли свежая версия. Нет, последняя версия установлена. Отлично. Итак, приставка была уже предварительно нами настроена. Здесь установлены приложения для просмотра онлайн-фильмов. Это HD VideoBox, Megogo, EWI. Также для просмотра телевидения, торрент-стрима, IPTV, Xtreme и другие. Прослушивание музыки и радио. Тесты для производительности и пару игр. Для начала давайте запустим фильм онлайн в HD-качестве. Окей, Google, открой HD VideoBox. Например, фильм «Фантастические твари» и «Где они обитают». Выбираем качество, нам тут важно Full HD. Ну вот, мистер Ковальский, попробуйте мои пышки. Ладно. Фильмы в Full HD-качестве идут хорошо и без проблем. Теперь давайте запустим какой-нибудь телевизионный канал также в HD-качестве. Например, Discovery HD. Ну, несмотря ни на что, Дэн ходит по острову в поисках еды для команды. Телевидение также без проблем работает и воспроизводит HD-канал. Теперь давайте перейдем к тестам Antutu и посмотрим на его результат. Тест набирает 41 600 баллов. На самом деле, я ожидал немножко больше, но в принципе, это тоже достаточно хороший результат и он максимальный среди всех других Android-приставок. Также давайте запустим какой-нибудь качественный ролик с YouTube. Играет музыка, и гнируיその на units i euros ни разъяду. Итак, теперь давайте запустим несколько тяжелых файлов 4К с жесткого диска. Например, это полет уток в качестве 4К. Очень сложный в воспроизведении файл. Есть все-таки задержка минимальная, но результат неплохой. Также файл 4К, бегущая толпа. Также хорошо воспроизводит. И еще один очень красивый файл 4К 10 бит. Без проблем отрабатывает. Очень хорошо видео воспроизводится. На этом запуск фильмов и тестов закончен. Если вам интересно, задавайте еще какие-то вопросы. Запустим, протестим какую-нибудь программу или какой-нибудь видеофайл. В общем, после запуска тестов и производительных видео можно сказать, что приставка получилась очень удачной. Но если посмотреть на нее со стороны как самое дорогое устройство на рынке, то, соответственно, ждешь от нее больших результатов. Но, например, у нее есть ряд преимуществ, в которых вы не найдете ни в одной приставке. Например, это Dolby Digital Audio 5.1 многоканальный звук. Вот. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на этот канал. Если у вас появились вопросы, задавайте их в комментариях. Будем с удовольствием отвечать. И на этом все. Пока!